Тенатианал Инкерест, США, почему опасно делать из России государство изгой? Алекс Свик, Тенатианал Инкерест, США 20 марта 2020 года Переломный момент в отношениях между Россией и Западом, которые часто упускают из виду и неверно трактуют, случился в апреле 1922 года в итальянском городе Рапало. Именно там, на берегу Лигурийского моря, Рапальский договор был подписан двумя недавно созданными государствами – Советским Союзом и Веймарской Республикой. И тот договор оставил неизгладимый след на будущем всей Европы. Для многих Рапальский договор ассоциируется в первую очередь с тайным соглашением о сотрудничестве между Красной Армией и ослабевшей военной машиной Германии, которая начиная с 1914 года проехалась бульдозером по Европе. Подписав этот договор, стороны отказались от всех территориальных и финансовых претензий друг к другу, ставших следствием Брест-Литовского и Версальского договоров, последний фактически переложил всю вину на Германию. Хотя именно Версальский договор чаще всего фигурировал в контексте теории об ударе в спину, пропагандируемой Гитлером в течение следующих 10 лет, вполне вероятно, что Рапальский договор, подписанный тремя годами позже Версальского договора, оказал не менее серьезное воздействие на Германию в период между двумя мировыми войнами. Как писал американский дипломат Джордж Кеннон, Георгий Кеннон, в своей книге «Россия и Запад», с точки зрения Советского Союза, его стратегическая задача Европала заключалась в том, чтобы отделить Германию от западных союзников и подписать с ней отдельное дипломатическое соглашение. Выполнив эту задачу, советское руководство могло бы приступить к достижению его основной идеологической цели – попытаться загнать немцев под иго международного коммунизма. В частности, советский комитер мог бы начать свою подрывную деятельность, внедряя своих агентов в сообщество немецких социалистов, а Народный комиссариат иностранных дел воспользовался бы своими привилегиями, чтобы оказывать поддержку революционно настроенным пролетариям внутри Германии. Таким образом, мстительность западных союзников, попытавшихся дипломатическими способами наказать Германию в Версале и Генуэ, непроизвольно подтолкнула немцев прямиком во объятья Советского Союза. В результате подписания Рапальского договора стала первой дипломатической победой советских властей. Тем не менее, намного более значимый урок, который можно извлечь из ситуации с Рапальским договором, заключается в том, что своим презрительным отношением к Германии, связанным с ее ролью в Первой мировой войне, и своим беззастенчивым стремлением наказать немцев западные союзники заложили основы той насильственной реакционной обстановки, которая вскоре начала складываться в Веймарской республике. Теперь, спустя почти сто лет после подписания того договора и с учетом приближающихся президентских выборов 2020 года, было бы разумно вспомнить и проанализировать тот эпизод истории. Аннексия Крыма в 2014 году и вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году, осуществленные российскими властями, обернулись призывами наказать Россию, регулярно звучавшими в адрес Соединенных Штатов и их западных союзников последние пять лет. Все это повлекло за собой введение против России целой серии многосторонних экономических санкций, которые в совокупности с падением мировых цен на нефть оказали непосредственное негативное влияние на российские финансовые институты, энергетические секторы и, следственно, на простых российских граждан. Вопросы, на которые до сих пор нет ответа, тесно связаны друг с другом. Какова вероятность того, что после ухода Владимира Путина Россия сохранит за собой статус государства-изгоя, и что будущее может принести российской суверенной демократии? Как и сто лет назад этот вопрос необходимо рассматривать в контексте того, как противоборствующие глобальные идеологии, на этот раз народный суверенитет правого толка и либеральный интернационализм, будут эволюционировать в ближайшие десять лет. Хотя вероятность того, что в ближайшем будущем Россия сделает выбор в пользу поистине гипернационалистической имперской программы, довольно мало. Скорее всего, изоляция России будет расти, и разрыв между Востоком и Западом будет расширяться. Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности. Как писал известный историк-славист Мартин Маллия, Мартин Маллия – именно о форме континуума Западной Европы. Восточная Европа коллективные связи богатой культурной и интеллектуальной истории обретают приоритет над обидами и региональным геополитическим изоляционизмом, возникшим после окончания Холодной войны. Должно начаться Европейское пробуждение, в рамках которого западные страны вновь откроют для себя универсальное влияние трудов Достоевского, Толстого, Тургенева, Горького и других. Параллельно с этим Россия должна стремиться к усвоению новой традиции приверженности принципам универсальных прав и плюральности, которые пустили в Россию корни в XIX веке благодаря западному демократическому влиянию, но которые были утеряны в тоталитаризме XX века. Наконец, в Соединенных Штатах мы должны продолжать процесс перенастройки линз, через которые мы рассматриваем Россию. Для этого необходимо признать, что Россия не представляет для нас непосредственной военной угрозы. Эту мысль впервые сформулировал Джордж Кеннон, Георгий Кеннон, еще в период Второй мировой войны, когда он провел четкую грань между идеологической угрозой, исходившей от Советского Союза и Сталина, и военной угрозой со стороны Гитлера и нацизма. Если признать эту реальность, это поможет существенно снизить вероятность возобновления гонки вооружений между нашими двумя странами и притушить всеобщую тревогу, которой некоторые политики пользуются ради достижения своих целей. Во-вторых, мы должны сопротивляться желанию принять на веру ревизионистскую интерпретацию постмодернистского глобального порядка, а именно продвигаемую Владимиром Путином концепцию двухполярного мира, согласно которой Соединенные Штаты находятся на одном геополитическом полюсе, а Россия – на другом. Если и дальше придерживаться этой чрезмерно упрощенной концепции мира, это лишь укрепит тенденцию к объединению России и Китая в единую ось зла и в процессе повысит вероятность укрепления экономического, военного и дипломатического сотрудничества между ними. Алекс Сувик – ассистент по специальным проектам в деканате Частного исследовательского университета Кейс Вестерн Резерв, Часи Вестерн Резерв и Университты, в Кливленде, штат Огайо. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.